привет всем вот такой вот у нас урожай в этом году спелых красных таких вот тепличных томатиков много еще осталось и зеленых хочу сделать небольшой обзор какие томаты в этом году выращивали какой результат какие хорошие какие чуть похоже в общем начнем наверно какого томата давайте вот с этого вот такой вот томатик называется он любимый праздник достаточно крупноплодный не высокорослый хорошо выращивается и в теплице и в открытом грунте вот такие вот томаты выросли ну конечно это самые уже мелкие крупные раньше собрали поэтому такие вот два покажу сердцевидные такой формы где-то около 300 граммов у нас 400 вырастали сам крупным до 500 так вообще растут до 900 граммов хорошие целом урожайные единственное не раньше всех начали вот заболевать фитофторой раньше всех следующие томаты которые просто супер урожайные их много они растут и растут ничем не болеют вот он томат кистевой вот эта кисточка тоже такая прям красивую чая вот они это называется томат евпатор такие вот крупные очень хорошие томаты не растрескиваются не лопаются прекрасно себя чувствуют в теплице можно их выращивать и в открытом грунте такой вот томат кистевой высокорослый где-то до полтора метров растет массы они 130 150 граммов выровненные кладки очень красивые хорошие томаты вкусные пригодные для заготовок и для салатов поэтому хорошо то что он именно не лопается такая плотная кожица поэтому и в теплице долго может висеть и соответственно затем после сбора хранится следующий томат такие крупненькие они укажем их конечно помельче катились вот такие вот томаты называется чудо земли покажу картинку практически то что на картинке во второй год выращиваем в этом году его тоже к сожалению тоже раненько поразила фитофтора так в принципе прошлом году очень долго он плодоносил такие крупные вкусные салатные томаты прекрасный прям вообще самые крупные конечно уже сорвали поэтому эти я показываю уже осенние которые конечно немножко помельче остались в общем высокорослый вкусный замечательный томат ничем вот кроме фитофторы не болеет следующий томат вот такой вот шоколадное чудо не высокорослые кустики общины на где-то около около наверно 80 или 90 сантиметров вот тоже кстати очень похожи как и на картинке большинство именно у нас семян от сибирского сада потому что живем в новосибирской области погода у нас не сахар поэтому и томаты должны быть именно такие вот устойчивы к нашим погодным условиям невысокорослый томат хорошо выращивается в принципе и в теплице и в открытом грунте вкусные интересные но конечно немножко не проигрывают например по вкусовым качествам на чудо земли ну как бы получше в этом плане но первый год его выращиваем то интересно было попробовать в принципе тоже вполне себе хорошие томаты так разложу уже совсем немного от осталось вот этих вот томатов их самыми первыми начали кушать и практически все съели называется томат очень очень вкусный правда малахитовая шкатулка показываю видно не видно не знаю даже так вот такой вот томат тоже он соответственно и как в теплице можно выращивать так в открытом грунте крупные но вот у нас вот растут вот такие вот немножко конечно не у нас измельчали под конец сезона переспелые когда переспевают это не переспелый томат он еще не очень мягкий но когда он переспевает вообще просто вкус замечательный поэтому обязательно попробуйте не переспелую такие зеленые томаты очень вкусные так все практически показал вот еще конечно покажу каждый год конечно же выращиваем черри томаты такая вот наросла чашка наспела чериков называется этот сорт вишневая гроздь смесь окрасок есть и желтые есть и красненькие и есть розовые такие вот маленькие совсем крошечные помидорки желтые самые крупные красные помельче и вот красные они самыми первыми начинают переспевать как только они поспели все они начинают лопаться в этом плане они самые сладкие вот и самые них так скажем скоропортящиеся в этом плане поэтому нужно их успевать собирать иначе они начинают отпадывать желтые хорошо держится и вот вот эти вот розовые тоже хорошо а красные примут их нужно успевать собирать иначе они осыпаются быстро спеют но при этом повторюсь у красных самая высокая урожайность их больше всего на веточках поэтому такая чашка можно замораживать кто-то их конечно и так в салаты можно добавлять можно консервировать очень красивых такие вот томаты и вкусные в то же время вот такой вот урожайчик погода была сложная хорошего урожай даже наверное будет у нас какая-то части на продажу поэтому такие томаты выращивали теплицы в наши все их вам покажу погода была тяжелая жаркое лето сухое и залазили к нам теплицу в этом году воровали помидоры вообще такого никогда не было поэтому все мы это преодолели все пережили из урожая очень хорошим выходим точнее входим 8 поэтому такие томаты часть будем замораживать и вот этих крупных помидорок очень удобно потом разморозить и соответственно добавить в суп или при этом зажарке мяса еще что-то в общем удобно замораживать какие-то конечно салаты сейчас используем то есть заготовки просто вообще без томатов конечно никуда поэтому выращиваем их будем выращивать все вот эти вот или сорта и гибриды очень хорошие в принципе и чудо земли каждый год его выращиваем и дальше будем выращивать красивые вкусные сладкие шоколадное чудо ну как будут можно выращивать может быть и не будем выращивать как бы не очень крупный и не супер урожайный малахитовая шкатулка поразила своим вкусом поэтому от нее отказаться просто невозможно любимый праздник тоже вкусные томаты урожайные и можно их также выращивать смело и в теплице и в открытом грунте евпатор это вообще находка без него тоже как раз таки именно то что томаты не лопают очень выровнены это очень хорошо даже можете как бы так переливать если вы в теплице ну когда заливают прям томаты они не полупаются бывает такое что именно томатом хорошо так обильно их поливаем и могут они потрескаться красные имена вот этот будет целенький ну и конечно же вишневая гроздь черри томаты куда без них вкусные сладкие замечательные поэтому все томаты очень себя даже хорошо показали и будем их выращивать и дальше ну и конечно какие-то новинки на следующий год приобретем поэтому такой урожай делитесь своими любимыми сортами и гибридами томатов будет очень интересно рассказывайте каких может подкормках еще чем чего-нибудь интересного пишите комментарии и заходите почаще в гости всем пока пока всего самого-самого доброго такой вот урожай томатов 2021 году